Я хотел бы сегодня вместе с вами обращаться к Слову Божьему и говорить на тему, ну я ее так назвал, «Мне нужна помощь». Знаете, удивительно так бывает, что когда ты говоришь о том, что тебе нужна помощь, есть люди, которые готовы помочь тебе, а есть такие люди, которые вроде бы и не слышали то, что ты сказал. И, конечно, мы относимся к этому совершенно по-разному, к тому, когда это говорят. Почему эта тема так называется? Я в самом начале хочу с вами открыть Псалом 120. Да, хочу, знаете, предупредить вас сегодня о том, что вот там Слово Божие показывать не будут. Поэтому, если у вас есть Библия сегодня с собой, доставайте ее, надо будет читать. Псалом 120, второй стих. Здесь написаны простые слова. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалмопевец говорит о том, что его помощь, она от Господа. И мы часто говорим о том, что Господь – помощь наша. Но вот вопрос, который возникает, на который нам нужно для себя получить правильный ответ. А нужна ли мне помощь? Значит, человек, Божий человек, который приходит в его присутствие, вот как Псалмопевец, он говорит о том, что «мне нужна помощь». И тогда он говорит «помощь моя от Господа». Он ищет этой помощи, он желает ее, он ожидает ее. И это очень важно. Знаете, мы живем с людьми и вокруг людей. И вернее, нас окружают люди. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что кому-то нужна помощь. Сегодня так, наверное, распространено, что можно в социальных сетях, но большинство людей обитают в социальных сетях, мы постоянно сталкиваемся с какими-то такими определенными призывами к помощи. Какие-то из этих призывов, они актуальны и они реальны. Какие-то из этих призывов, наверное, могут быть просто мошенническими действиями, но мы можем постоянно сталкиваться с тем, что какие-то люди, они просят помощи. У нас есть также различные церковные группы, и мы просим там помощи. Даже когда мы просим помолиться, мы просим помощи определенной. То есть мы верим в то, что не просто моя молитва, но молитва церкви и людей, которые соединятся вместе со мною, но что-то может решить. Нам нужна эта помощь. И сегодня я хочу поговорить именно вот об этой простой истиной, что нам нужна помощь. Вместе с вами я хотел бы прочитать несколько отрывков Писания. Ну, конкретно мы прочитаем три отрывка Писания, в которых попробуем увидеть, почему нам нужна эта помощь, и какими нас Господь сотворил. И также мы попробуем найти некоторые, увидеть некоторые ответы из Слова Божьего, а через что приходит помощь в нашу жизнь, какие инструменты Бог предусмотрел для нас, чтобы мы могли обретать эту помощь. Это вот наша сегодня цель. Но начать мне хотелось бы, знаете, с простой вещи. Когда мы живем среди людей, мы видим, как люди поступают, мы видим, что происходит с людьми, мы задаемся простыми вопросами. И есть три простых вопроса, которые задают все люди. И первый из этих вопросов, почему люди поступают так, как поступают? Вот вы видите человека рядом с собой, он что-то делает. И знаете, иногда мы задаем вопрос, и, к сожалению, мы слишком часто задаем такие вопросы. Почему этот человек поступил так? Потому что у нас, у самих же есть какое-то представление, как надо было поступить, правда? Но мы смотрим на другого человека и думаем, почему он так поступил. Может быть, не специально, может быть, это не звучит постоянно в нашей жизни, но очень часто мы задаем этот вопрос, почему люди так поступают. Второй вопрос, который задают люди, каким образом в жизни человека происходят подлинные перемены. Когда я вижу человека, который поступает определенным образом, и я понимаю, что этому человеку нужны перемены, у меня возникает вопрос, как эти перемены могут произойти в человеке. Причем настоящие, подлинные перемены. Не такие перемены, когда, знаете, ну просто человек сказал, что он изменится, а потом годами не меняется. Что такого нужно сделать, чтобы жизнь человека изменилась по-настоящему? Это касается нас самих. И это касается людей, которые нас окружают. И третий вопрос, который мы могли бы задать себе, это как я могу помочь измениться другому человеку? Ну кто-то, может быть, скажет, наверное, правильно было бы сказать, как я могу помочь измениться самому себе. Но в этом мире слишком много говорят о том, что человек, ну как бы сам себя может сделать, как-то сам измениться. Но вот в чем вся особенность. И я сегодня хочу говорить об этом, что нам нужна помощь других людей, чтобы какие-то подлинные перемены произошли в нашей жизни. И мы задаем вопросы, что можно сделать такого, как помочь другому человеку измениться. Это те три вопроса, которые стоят перед людьми. Так ли они звучат или по-другому в нашей жизни, но это то основное, что человек сегодня спрашивает себя. Но Писание показывает нам, что у жизни человека есть цель жизни. И эта цель состоит вот в некоторых вещах, о которых мне хотелось бы сказать. Наша цель, цель нашей жизни состоит в том, что? Чтобы мы все были изменены Богом. Вы просто подумайте. Бог хочет, чтобы мы изменились. Это правда? Мы хотим прийти в присутствие Божье, чтобы Он нас принял такими, какие мы есть. И Он нас принимает, нас такими, какие мы есть. Но хочет ли Бог, чтобы мы такими остались? Определенно нет. Он хочет, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. И иначе бы не было смысла ему все это делать, то, что он делал. Правда? Так вот, наша цель состоит в том, чтобы нам быть измененными Богом. Причем, чтобы мы были готовы выступить в качестве Его орудия, то есть инструмента определенного, инструмента изменений в том месте, куда Он нас направит. Иногда люди задают себе вопрос, почему я нахожусь именно здесь? Для Божьего человека есть одинственный ответ. Потому что Бог хочет, чтобы ты здесь находился. Просто подумай. Бог хочет, чтобы мы были изменены. И чтобы мы еще могли быть инструментом Его изменений в том месте и в то время, где мы находимся. И с теми людьми, которых Он пошлет на нашем пути. И мы, наверное, если быть честными до конца, мы помогли сказать, ну вот, Господи, пожалуйста, не с этим человеком. Знаете, наверное, у каждого в жизни есть своего рода, ну, точила. Знаете, такое вот понятие, да? Тот, кто оттачивает, чтобы нож был острым, его надо точить. И вот я помню одного пастора, он нас проповедовал в церкви, и он сказал, моя жена мое точила. Я понимаю, что у каждого из нас есть какие-то вот такие вот точила, об которых мы обтачиваемся. Наши острые углы, они сбиваются. Мы становимся где-то иногда более мягкими, покладистыми. Еще что-то происходит хуже, когда человек, знаете, говорит, я скальпель в руках Бога. Я такой думаю, ну-ну, скальпель, ты встретишься со своим точилом. Он-то мыслит так, я сейчас, ну, как бы всех буду обрезать, это Бог дал мне такое задание, я этому скажу, тому скажу, этого поправлю. Я говорю, ну, а когда ты работаешь, да, когда ты в руках Божьих, и ты работаешь, то бывает, что что-то в тебе тупица начинает, и Господь говорит, пора подточить. И появляется точила. Вы знаете, когда я только пришел в церковь, я начал сталкиваться с такими людьми. Наверное, это было, сначала я был 4 месяца, вот, как верующий человек, и я впервые встретился с таким человеком, и 9 месяцев об этого человека мое сердце точилось, мой характер обтачивался. где-то месяцев через 9, ну, может быть, чуть пораньше, я понял что-то. И когда я понял, вдруг все изменилось, я такой думаю, о, как все просто. Ну, слава Богу, ну, все, больше таких людей не будет. Это вот под человек попался, такой прошло полгода, опять какой-то человек появился. И такое ощущение, как будто они никогда из нашей жизни не пропадут. Но просто давай подумай, что Божья цель, цель нашей жизни состоит в том, чтобы мы были изменены Богом. И эти изменения происходят в присутствии людей. В Божьем присутствии и в присутствии людей. Более того, Бог хочет, чтобы мы были инструментом вот этих вот изменений там, в том месте, куда Он нас направляет. Не там, где мы хотим быть, а где Он хочет, чтобы мы были. И рядом с теми людьми, которых Он посылает на нашем пути. Поэтому, если ты задаешь вопрос о том, почему этот человек есть в моей жизни, или почему я здесь нахожусь. Ответ на это простой. Бог хочет, чтобы ты изменился или изменилась. И Бог хочет, чтобы изменились люди вокруг тебя. Все. Другого, какого-то дополнительного смысла нет. И поверьте, мы будем изменяться. Либо мы поддадимся этим переменам, либо, знаете, что-то будет происходить вот такое не очень хорошее в нашей жизни. Еще мне хотелось сказать о том, что вот с точки зрения современной культуры изменения происходят, когда на твою жизнь влияет какой-то профессионал. что когда на твою жизнь влияет человек, чтобы что-то изменилось, нужен, знаете, как сейчас говорят, тренер. Их еще называют, еще коучами называют. Как ни назови, суть дела не меняет. Коуч – это по-английски тренер, тренер – это тренер по-русски. Ну, если кто-то не понимает, да? Придумывают различные программы коучинг. Коучинг есть христианский, коучинг есть в бизнесе, коучинг есть в образовании. Это просто тренер. Тренер, который рядом с тобой стоит и говорит, так делай, так не делай. И знаете, в христианстве, в церкви иногда тренер смотрят и думают, что тренер – это пастор. Но вот в чем вся особенность. Пастор не может быть с человеком 24 на 7. Постоянно рядом с ним и говорить, так делай, так поступай, вот так не делай, так не поступай. Но некоторым очень сильно бы этого хотелось. Но так невозможно. Настоящие истинные перемены происходят не тогда, когда с нами занимается профессионал, а тогда, когда нашими сердцами занимается Дух Божий. Когда истина Божия проникает в наши сердца. И я хотел сказать о том, что изменения происходят тогда, когда изменяются наши сердца. Когда неповедение наше изменяется. Когда невнешность наша меняется. Когда меняются наши сердца. и когда наш разум обновляется Духом Святым. Это очень важно. Вы знаете, очень легко просто начать что-то делать. Ну, как бы по-христиански. Но быть христианином, это намного сложнее. И нам нужны изменения, чтобы изменились наши сердца. Это будут истинные, настоящие, внутренние изменения. И Дух Божий будет обновлять наш разум. И вот для этих изменений Бог использует два инструмента. Это Божье Слово, Его истина и Божьи люди. Ну, с Божьим Словом все понятно. Я надеюсь, что сегодня у вас с собой Божье Слово есть. Оно как-то будет нас менять. А чтобы узнать, есть ли рядом Божьи люди, можете посмотреть направо или налево. Знаете, Бог все предусмотрел в нашей жизни. Вот человек, знаете, идет в собрание и думает, мне так нужно, чтобы Бог изменил в моей жизни что-то. И Он приводит тебя в место, где эти перемены будут происходить, и Он все приготовил. Он приготовил основные инструменты. Это и свое Слово, истина своя, Его, которую мы вникаем. Это люди, Божьи люди. Вот мы с вами. С помощью вот этих двух инструментов Бог меняет нас. Бог помогает нам изменяться. Знаете, когда мы об этом говорим, когда мы об этом размышляем, мы можем понимать, что Бог очень сильно хочет наших внутренних, глубоких внутренних преобразований. Но все начинается с того, когда мы осознаем, что нам нужна помощь. Если человек самодостаточный, если человек независимый, знаете, ему не нужна помощь. Ему не нужна помощь ни Бога, ни помощи людей. И в его жизни, вот тех глубоких, истинных, Божьих перемен на самом деле не будет происходить. Почему? Потому что в нем нету вот этого желания, чтобы ему помогли. Но Бог нас сотворил такими, и во всех актах, может быть, нашей жизни, во всем, во всех аспектах, все, что происходит с нами, и какие мы, Бог заложил вот эту внутреннюю потребность в помощи, чтобы нам помогли. Я хочу с вами посмотреть на три отрывка Писания, в которых Бог нам показывает, что нам нужна эта помощь. И первый отрывок, это Бытие, первая глава, с 26 по 28 стих. Пожалуйста, можете открыть в своей Библии, если у вас нет сегодня Библии, с собой сядьте поближе к верующему. Надеюсь, я никого не обидел. Может быть, чуть-чуть обличил. Бытие, первая глава, с 26 по 28 стих. Мы читаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Это Слово Божие, которое показывает нам, что Бог сотворил нас с определенной целью. Знаете, Бог в самом начале, сотворив Адама и Еву, мы здесь читаем, написано, сотворил мужчину, и женщину сотворил их. Первая книга бытия, это такой как бы сжатый, первая глава, это сжатый рассказ о том, что о Божьем творении, и Адам и Ева там уже есть. Он их сотворил. И когда Он их сотворил, Бог объясняет им, какая их цель. Бог объясняет Адаму и Еве, кто они, и что они должны делать со своей жизнью и окружающим миром. Он говорит о том, что Он их сотворил по образу и подобию своему. Он говорит им, кто они в этом мире, и что они должны делать. Заметьте, двум, казалось бы, совершенным людям, в самом начале, ведь Бог сотворил все совершенно, именно после того, как Он сотворил людей, написано, Бог посмотрел и сказал, весьма хорошо. То есть, Он закончил свое творение. Но эти двое совершенных людей нуждались в помощи извне. Они нуждались в помощи Божией. Они нуждались в том, чтобы Бог пришел и объяснил им, кто они и что они должны делать. Знаете почему? Потому что они просто люди. Это одна из первых истин, которую нам нужно понять. Мы люди, а значит, мы нуждаемся в помощи. Потому что мы такими сотворены. И эта помощь, она должна прийти извне. От самого Бога. Вот в своем творении, в том, как Бог сотворил человека, в том, что написано про творение, это открывается для нас. Мы нуждаемся в помощи. Адам и Ева, будучи сотворенными, они не стали сразу такие, Бог их создал, они такие, о, мы знаем, что делать, сейчас все сделаем. У нас есть план для жизни. Они нуждались в том, чтобы Бог объяснил им, кто они, какая их цель, что они могут делать, какова цель их жизни. И Бог объясняет им это. Послушай, каждый из нас нуждается в том, чтобы Бог пришел в нашу жизнь и объяснил нам, кто мы. Почему мы находимся там, где мы находимся и что мы должны делать? Тогда наша жизнь, она обретает смысл. Так начинаются перемены в нашей жизни, так начинаются истинные глубокие перемены и никак иначе. Но, к сожалению, иногда люди ведут себя таким образом, что они вроде бы вот пришли к Богу и что-то начало меняться, они говорят, все, теперь я знаю, что мне делать, я полетел. И он говорит, подожди, постой, некогда, дел много. Нет, делать надо, но прежде, чем начать делать, нужно выслушать, что Бог от тебя хочет. И это очень важно. Не зная воли Божией, ты не сотворишь дел Божиих. Что еще я хотел сказать здесь? Человека выделяет что-то от всего творения. Мы особенные. То есть Бог разговаривает только с человеком, он не разговаривает со всем своим творением, он именно человеку объясняет, какой он и что он. Знаете почему? Потому что у нас есть одна особенность, вернее, их три особенности. И Бог сотворил нас такими, что мы способны воспринимать откровения. Просто подумайте. Мы говорим о том, что когда мы что-то узнаем, мы говорим о откровении. Бог нас создал такими, что мы способны воспринимать откровения. Все остальное творение, оно живет, знаете, как запрограммировано. А человек способен воспринимать откровения и изменяться, и развиваться. Не по заранее заданной программе, а от того, что он узнает. Мы можем образовываться. То есть мы говорим об откровении не просто, которое от Бога исходит. Мы вообще воспринимаем весь мир, можем воспринимать как откровение. Никогда у вас не было такого, что что-то новое происходило, и вы говорили, о, как здорово. А это что, так работает, что ли? Вы что-то узнали, и для вас это откровение, это что-то вот прям сверхъестественное. Может быть, кто-то уже это знает, и он смотрит на тебя и думает такое, что такого? Но человек способен воспринимать откровение. Более того, мы не просто воспринимаем откровение, мы способны его толковать. То есть прилагать к этому откровению еще определенного рода размышления. Именно поэтому в нашем мире, в мире людей появляются различные науки. Человек смотрит на мир, и сначала науки, они были естественными. То есть человек просто смотрел на мир, и он пытался его познать, понять. Он что-то новое видел, и он прилагал к этому толкование. Потом появятся более точные науки, и человек начнет видеть различные закономерности в том, как устроен мир. Бог нас создал такими. Животные, они просто живут. Для них чего-то как бы супернового не существует. Мы постоянно что-то познаем. Мы прилагаем к тому, что мы видим, что мы получаем свои толкования, и мы хотим объяснить этот мир. Бог нас создал такими, чтобы мы могли его объяснять. И третье, Бог нас создал поклоняющимися. Мы способны поклоняться. Хотя Христос и говорит о том, что если умолкнут Божьи люди, то камни начнут прославлять имя Божье. Но именно людей Бог сделал поклоняющимися. И мы поклонники, знаете, во всем. В хорошем или в плохом. К сожалению, когда мы уходим во что-то плохое, мы тоже с головой можем уходить туда. Это тоже поклонение. Поклонение – это когда мы полагаем сердце свое в какую-то область. Человек, находящийся в зависимости, он поклоняется предмету своей зависимости. Человек Божий поклоняется Богу. Просто подумайте, что Божий человек способен ему поклоняться по-настоящему именно тогда, когда он получает от него откровение, понимает это откровение и столковывает его. И это приводит его сердце в состояние поклонения. Мы восхищаемся Творцом, и мы начинаем говорить о том, что он велик. Мы хотим ему поклоняться. Бог нас создал такими. Знаете, но вот в этом во всем, в том, какими мы сотворены, нам нужна помощь. Помощь, чтобы принять откровение и правильно истолковать его. Помощь в том, чтобы мы могли Бога прославить так, как Он этого достоин. Нам нужна помощь. Что еще мне бы хотелось сказать? Это второй отрывок, который хотелось с вами прочитать. И здесь тоже будет показано о том, что мы нуждаемся в помощи. Это Бытие, третья глава, не так далеко от первой главы. И это история грехопадения. Она должна нам быть известна. Третья глава, с первого по седьмой стих, написана так. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. Бог и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги и шили смоковные листья и сделали себе опоясание. Это история о грехопадении. Знаете, эта история показывает нам о том, что впервые после того, как Бог приходит как советник, как помощник в жизнь человека, в жизни человека появляется еще один голос. появляется кто-то, кто вносит сомнение. Само слово сомнение в русском языке, да? То есть, это параллельное мнение, какое-то другое мнение. Оно может быть даже не противоположным, но оно другое. И знаете, и нас получается, что достаточно бывает легко сбить. Мы должны обратить внимание на то, что наши толкования и наши советы будут всегда определять план дальнейших действий. Что сделал враг? Он не пришел и не начал засовывать плод в рот Еве или Адаму. Он пришел поговорить. Нам нужна помощь. Слово Божьего, чтобы когда в нашу жизнь приходят различные советчики, мы знали, как отвечать. И вот приходит враг в жизни первых людей и он говорит, подлинно ли сказал Бог? Он просто выражает свое мнение. Он говорит, слушайте, а что вам Бог сказал? Обратите внимание, что с нами так тоже бывает. Вот если мы верующие люди и мы такие за Богом идем, и у нас есть Слово Божие, истина, мы с кем-то сталкиваемся и человек говорит, слушай, а что у тебя там написано? Что вам там ваш Бог говорит? И мы начинаем объяснять, что нам Бог говорит. И Ева тоже, она так поступала, да, она говорит, ну Бог говорит так, так и так. И враг говорит, ой, да ну, да это все не так. Ну как не так? Ну тут не умрете. Ну я так думаю. Он этого не добавил, он говорит, ну я думаю, я знаю, не умрете. но это всего лишь мнение. Что после этого происходит? Ева посмотрела на плод и написано, увидела, что он приятен для глаз, что он вожделен, что его хочется взять и съесть. а дальше пошли действия. Послушайте, любой совет, который звучит в нашу жизнь, это не просто совет, это то, что определяет дальнейшие действия. Если ты принимаешь этот совет, ты будешь делать так, как говорят. Один из наиболее частых распространенных проблем с верующими людьми, это знаете, когда мы приходим к Богу, и у нас в евангельских церквях есть убеждение, что алкоголь это грех. Употребление алкоголя это грех. Мы верим в это, и мы об этом говорим прямо, конкретно. Но вот человек, пришедший к Богу, в церковь, восприняв эту истину, однажды встречается на дне рождения или на каком-нибудь празднике со своими родственниками. И как обычно это звучит? Что, в кого-то заливали, что ли, рюмками или бутылками? Обычно говорят, ты что, нас не уважаешь? Это мнение. Чуть-чуть можно, А еще, самое интересное, самое вот вообще, откуда у нас это взялось? Немного полезно для здоровья. На чем это основано? Знаете, если поговорить с медиками, с людьми, которые изучают это все, любой доктор скажет о том, что ни одна капля, даже капля не полезна для организма человека. Но где-то там, из прошлого, я бы сказал, что это от врага идет, это из Эдемского сада, который говорит, нет, не умрете. Чуть-чуть можно. Это даже полезно для здоровья. Не полезно, ни капли для здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok